Всем привет, с вами Информ ТВ. 6 января бывшей первой леди России Людмиле Путиной исполнилось 62 года. Как теперь правильно называть бывшую супругу президента Российской Федерации? Путина, Очеретная или Шкребнева? Как сейчас складывается судьба Людмилы после развода со статусным мужем? Об этом и не только в нашем видео. А вы пока ставьте лайк и подписывайтесь. Родилась Людмила в январе 58-го в Калининграде. Отец работал на ремонт на механическом заводе, а мама была кассиром автоколонны. Семья будущей жены руководителя России жила скромно в небольшой квартире, расположенной в рабочем квартале Калининграда. Родители воспитывали Людочку и младшую сестру Олю в очень сильной строгости. Девочек с детства приучали к дисциплине и к ведению домашних дел. После школы в 75-м Люда идет устраиваться на работу почтальоном в отделении связи. Потом она несколько раз сменила место работы и лишь в 81-м она определилась с тем, кем хочет быть в жизни и поступила в Ленинградский государственный на филолога-романиста. На третьем курсе вуза произошла судьбоносная встреча с Путиным, которая изменила всю ее дальнейшую жизнь. Сразу после знакомства со своей будущей супругой Владимир стал ее проверять. Назначая свидание, исправно опаздывал на полтора часа. Так повторялось много раз, но Людмила Александровна все безропотно ждала. Первое испытание было пройдено, а вот второе нет. Они вместе пошли на вечеринку, и молоденькая Люда позволила себе недопустимые вещи, цитата, слишком раскованно себя повела, танцевала, веселилась и смеялась. Это, конечно же, насторожило Владимира Владимировича, ведь в то время он уже был сотрудником госбезопасности. Мужчина заявил о разрыве отношений. И все же мало найдется женщин, способных ждать по полтора часа у метро. Подумав, Путин дал женщине еще один шанс. Встречи продолжились, и летом пара поехала на юг. Тут Людмилу Александровну ждало третье испытание, очень суровое и даже опасное для жизни. Владимир решил обследовать небольшой полуостров в районе Судака, взял с собой ружье и поплыл. Люда плавать не умела, поэтому перебиралась через пролив на матрасе. Обратно Владимир Владимирович решил идти по берегу, а Людмила побоялась, что застрянет в узком скальном проходе. Тогда добрый спутник отдал ей подводное ружье, чтобы самому не нести, и благословил на новый заплыв. В итоге даже долгожданное предложение руки и сердца вышло очень далеким от романтики. Цитата, «Мы сидели у Володи в комнате, а он вдруг говорит, ну вот, дружочек, ты знаешь мой характер, он достаточно тяжелый, и сейчас, в принципе, ты, наверное, должна определиться в жизни. У меня просто заледенело все внутри. Я думала, что он решил разорвать наши отношения». Оказалось, так он сделал предложение руки и сердца. В июле 83-го Людмила и Владимир расписались в дворце бракосочетания, а свадьбу справили на Невском речном трамвайчике. После этого семья на 4 года переехала в Германию. После победы супруга на президентских выборах Людмила получила официальный статус. В этот период у супругов родились две дочери – Мария и Екатерина. Где ныне живут и чем занимаются дети Людмилы и Владимира – это тема для бесконечных журналистских расследований и громких заголовках. СМИ заявляют, что Мария – выпускница медицинского университета и защитила кандидатскую диссертацию по эндокринологии. А Катя окончила МГУ и возглавляет Центр национального интеллектуального резерва, при этом ВУЗе. Жизнь супругов Путиных с первых дней зависела от того, чем занят глава семейства. Это и разрушило их брак. Сам же Владимир о супруге упоминал редко. Журналистам по указу сверху быстро дали понять, что он против любого вмешательства в личную жизнь. В июне 2013 они сообщили, что разводятся. Параллельно появились слухи об отношениях между президентом и гимнасткой Алиной Кабаевой. О том, что Людмила Путина сменила фамилию на очередную, стало известно в начале 2016-го. Журналисты пришли к такому выводу на основании сведений о перерегистрации объектов недвижимости. Ее мужем оказался директор Центра развития межличностных коммуникаций и дочерней компании «Издательский дом литературной учебы» Артур Очеретный. Довольно импозантный мужчина, намного выше Людмилы ростом и моложе. Он разведен, у первой жены остался сын. Предполагалось, что пара познакомилась лет примерно за 15 до брака. Опять-таки, это не подтверждено. Хотя в сеть слили совместные фото супругов на отдыхе в Лондоне и на курорте Красная Поляна. Сейчас бывшая российская первая леди сохраняет инкогнито. По слухам, она сменила фамилию, чтобы, не привлекая внимания, приобрести недвижимость, в том числе и за границей, в частности, во Франции. А еще на ее имя оформлен земельный участок в Подмосковье стоимостью 430 миллионов рублей. А Центр развития межличностных коммуникаций продолжает деятельность. Например, в прошлом году специалистами Центра проведен тренинг по дополнительной образовательной программе «Мое взросление. Время взрослеть». Вот такая нелегкая судьба у девочки из Калининграда, сделавшей в свое время правильный выбор. Не зря говорят, что, чтобы стать генеральшей, нужно выйти замуж за лейтенанта. А вы смогли бы простоять полтора часа у метро, когда ждали бы свою вторую половинку? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!